просто отпустите ситуацию просто отпустите ситуацию просто отпустите ситуацию просто отпустите ситуацию мне кажется что иногда некоторые люди особенно мои коллеги психологи рискуют получить по лицу за эту фразу отпусти ситуацию человек и так к тебе пришел либо обратился за советом потому что он не вывозит он не может выйти из этой ситуации он не справляется и И поэтому ему нужна помощь психолога, либо совет какого-то другого специалиста или друга. И он точно не ожидает услышать от психолога фразу «отпусти ситуацию». Привет, Энелпер! В этом коротком видеоролике мы с тобой разберем две техники, которые помогут тебе в разрешении психологических проблем. Психологических проблем у нас порой бывает достаточно. И порой они бывают сложнее, чем некоторые другие жизненные проблемы. Я тебе рекомендую заменить слово «проблема» на слово «задача». Потому что когда ты меняешь слово «проблема» на слово «задача», ты уже меняешь рамку. Потому что проблема – это нечто неизведанное, это что-то, у чего нет решения. Но как только ты изменил на лингвистическом уровне слово «проблема» на слово «задача», ты начинаешь уже понимать, что задача в принципе решаема и решение какое-то есть. Когда человек сталкивается с какой-то неразрешимой жизненной задачей, почему он ее не может разрешить? Потому что он находится в рамке этой задачи, то есть он находится внутри этой ситуации. И когда психолог либо друг советует отпустить ситуацию, это человеку кажется просто невозможным. Напиши, пожалуйста, в комментариях, находился ли ты когда-нибудь в таких ситуациях, когда тебе казалось, что решения просто нету, но потом оно каким-то образом возникало. А мы с тобой будем разбираться, как это сделать. Первый способ, который я тебе рекомендую сделать, это поработать с рамкой времени. Сейчас ты поймешь, что это такое. Смотри, у тебя есть текущая ситуация, здесь и сейчас, в настоящем времени. И у тебя в прошлом опыте, может быть 5, может быть 10, может быть даже больше лет назад, у тебя наверняка были ситуации, с которыми ты сталкивался, и ты не знал, как из этих ситуаций выходить. Я тебе предлагаю взять какую-нибудь достаточно большую рамку, ну допустим 10 лет, и вспомни о какой-нибудь ситуации, которая на тот момент тебе казалась поистине неразрешимой. Напиши, кстати, в комментариях, какая ситуация тебе вспомнилась. А теперь, глядя из настоящего туда, в прошлое, просто постарайся проанализировать, как ты сейчас относишься к той проблеме, к той задаче, которая перед тобой стояла, которая оказалась тебе тогда неразрешимой. Скорее всего, ты будешь говорить, да ладно, какой мне смысл было вообще об этом переживать, это и яйца выделенного не стоило. И вот, что ты можешь сделать сейчас. Сейчас, когда ты уже проделал эту манипуляцию, и когда ты уже понял, что это действительно работает, когда ты смотришь из настоящего в какую-то проблему или задачу, которая была у тебя в прошлом, и ты понимаешь, что значение этой проблемы уже не такое большое. Теперь ты можешь перейти к следующему шагу. Следующий шаг заключается в том, что тебе нужно представить себя в будущем, допустим, через 5 или через 10 лет. Постарайся мысленно перенестись именно туда, далеко в будущее. И когда ты перенесся мысленно в это будущее, оттуда из будущего, посмотри в настоящее и скажи те же самые слова, которые ты говорил, глядя на проблему, которая у тебя была лет 10 назад. И скажи самому себе, да ладно, что ты паришься, через 10 лет ты и даже вспоминать не будешь об этой проблеме, ты не будешь вспоминать об этой задаче, тебе будет казаться это легким недоразумением. Итак, первый способ мы с тобой разобрали, работаем с рамкой времени, изучаем, как мы сейчас относимся к тем проблемам, которые были достаточно давно, и пробуем представить, что прошло какое-то время, и мы можем сказать себе какой-то совет в настоящее. Это очень ресурсный способ, это очень хорошо работает. Почему? Потому что когда мы посмотрели издалека, когда мы посмотрели из будущего, мы уже сместили свою рамку восприятия, мы уже мысленно вышли из этой проблемы, и мы уже действительно можем либо отпустить ситуацию, либо просто изменить к ней отношения, либо просто глядя из далекого будущего на себя настоящего, найти другие способы решения. И это очень круто работает. И мой дорогой энелпер, я тебе хочу напомнить, что когда мы находимся, как нам кажется, в безвыходной ситуации, мы не можем из нее выйти. Почему? Потому что нам просто не хватает мысленных, ментальных ресурсов, как эту задачу разрешить. Но есть еще второй способ, я обещал тебе два способа. Второй способ заключается в том, что тебе нужно придать себе импульс и энергию. И сделать это ты можешь, применив следующую технику. Следующая техника называется «Задай себе вопрос». Ты знаешь, что я люблю работать с вопросами. Вот представь, у тебя стоит какая-то сложная, неразрешимая жизненная задача. Мы уже с этим разобрались. Есть такое дело. А теперь задай себе вопрос. Как ты будешь чувствовать себя, если ты вдруг научишься решать подобного рода задачи? Наверняка, если ты сейчас подумаешь о своей задаче, и она тебе кажется сложной, нерешаемой, громоздкой, огромной, ты испытываешь чувство какой-то подавленности. Но если представить, что ты научился решать такого рода проблему, кем ты будешь себя считать? Кем ты будешь себя называть? Как ты будешь себя чувствовать? Ты наверняка будешь себя чувствовать героем или героиней своей жизни. Ты будешь чувствовать довольным собой себя. И это очень круто. Подумай над этим вопросом. Как ты будешь чувствовать себя, если ты научишься решать эту проблему? И я уверен, что ты будешь чувствовать себя прекрасно. И когда ты представишь, что ты научился решать такую проблему, ты уже можешь с этой энергией, можешь привнести эту энергию в решение текущей задачи. Очень хорошо будет, если в тот момент, когда ты будешь представлять, как ты будешь себя чувствовать, научившимся решать данную проблему, ты поставишь себе якорь. Объясняю, как это работает. Представляешь, что ты научился решать такую задачу, которая стоит перед тобой здесь и сейчас, и начинаешь наполняться этим чувством гордости за себя, удовлетворенности собой, и ставишь себе кинестетический якорь. И кинестетический якорь – это прикосновение к любой части тела, но тебе важно запомнить, где ты себя коснулся. Кстати, рекомендую посмотреть видео про якоря и якорение. Ссылку на это видео я прикреплю в комментарии, чтобы ты умел создавать себе ресурсные состояния. Дорогой друг, это была передача «Ментальная зарядка», второй выпуск. С тобой был Юрий Пузыревский. Ставь лайк, пиши в комментариях, были ли тебе полезны эти два способа, и распространяй эти видео среди своих знакомых, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Напомню тебе об этих двух способах. Первый способ – работаем с рамкой времени. Сначала вспоминаем себя в прошлом, и оцениваем, как мы сейчас относимся к тем проблемам, которые были раньше. Затем представляем себя в будущем, и уже из будущего отправляем себе мысленный посыл, как мы будем из будущего относиться к этой проблеме сейчас. Это даст тебе больше энергии. И второй способ – задаем себе вопрос. Как я буду себя чувствовать, если научусь решать такую проблему? Два действенных способа. Удачи тебе. Пока-пока. Просто отпустите ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok